День с толком Смотрите в этом выпуске Очередь как в мавзолей Почему наркологический диспансер Атаковали автолюбители А вот в банках очереди ждут Там предлагают без комиссий Поменять любое количество копеек 70 юных кикбоксеров Могут остаться без тренировочной площадки Из-за коммунальной аварии Школу затопило кипятком В конце этой очереди Непалка, Краковская и не товарищ Ленин Несколько сотен человек выстроили Сегодня в Барнаульский наркологический диспансер Все они хотят получить справку Для замены водительских прав Подобные очереди сегодня зафиксировали Видеокамеры во многих городах страны Им предшествовала информация о том Что стоимость справки из наркодиспансера На получение водительских прав Значительно вырастет Если раньше заключение врача стоило 300 рублей То теперь примерная цена составит 4,5 тысячи Отныне анализы будут выявлять Не только содержание алкоголя и наркотиков в крови Но и степень зависимости Те, кто пристрастен к спиртному или наркозависим Права не получат Смертность дорожных транспортных кровей В частности управление транспортом Состояние опьянения А также отказ от медицинского свидетельства Существенно не падают Несмотря на строгие административные меры Поэтому вот было принято решение Наряду с другими мерами Вот такой комплексный Один из комплексных мер Будет включить медицинское обследование Которое бы, скажем так Отсекло часть людей Которые, значит, злоупотребляют алкоголем Потребляют наркотиками От водительских прав Соответствующий приказ Минздрава России Вступает в силу с завтрашнего дня Вот только ажиотаж не оправдан Ведь в Алтайском крае Введут приказ не раньше 2020 года Когда именно неизвестно Так что пока цены останутся прежними Сейчас губернатор Виктор Томенко Проводит экстренное заседание По ситуации в Яровом В городе несколько суток Температура в квартирах Не поднимается выше 20 градусов Как сообщает Министерство промышленности И энергетики края Сейчас в Яровом работает лишь один котел Так как угля недостаточно А сам уголь некачественный Краевая пресс-служба пишет Что собственник ТЭЦ ввел в заблуждение власти края Из-за чего в городе В начале отопительного сезона Сложилась критическая ситуация И сейчас правительство помогает Яровому резервным запасам угля Правда накануне представитель ТЭЦ Заверил нас, что угля в котельной достаточно При этом они ждут крупную поставку О чем именно говорили на заседании неизвестно Но его участники уже вызывают любопытство Кроме правительства края Это руководители прокуратуры МВД, МЧС и даже ФСБ 70 детей могут остаться без медалей Чемпионата края по кикбоксингу Который состоится через месяц Юным спортсменам теперь негде к нему готовиться Из-за коммунальной аварии, которая произошла накануне Спортшколу затопило кипятком Подробнее в сюжете Валентины Аскеровой Ливень из кипятка обрушился на школу кикбоксинга Позапрошлой ночью Воды под 95 градусов было по колено К утру ее откачали, но заниматься спортом стало негде Инвентарь испорчен Зал и ринг от влаги вздулись и пришли в негодность Сейчас зал, который, к слову, находится в подвале на 80-й гвардейской Пытаются просушить при помощи пушек, которые одолжили неравнодушные Родители детей по очереди дежурят и пытаются отогреть помещение Газ замерзает в одной и надо будет газ переставлять Менять баллон А есть ли еще в другую комнату тоже пушку? Нет, нету пока У Игоря здесь занимаются двое сыновей И школа была для них вторым домом Как и для других 70 ребятишек Хорошие тренеры, воспитатели Очень много детей И сейчас уже начались тренировки Дети идут, родители приходят, спрашивают Можно к вам записаться В ближайшее время клуб, наверное, не восстановит Куда-то будете отдавать? Не знаю, как сейчас будет Может, как-то или в другом месте пока тренироваться будем Или как зал предоставят Тренер школы Игорь Гребельный уже подсчитывает ущерб 1300-400 А у вас есть такие деньги? Больше? Откуда у нас такие деньги? В этих стенах вырастили плеяду молодых спортсменов Победители чемпионатов края, Сибири и России Но, видимо, в ближайшее время кубков больше не будет Наносу чемпионаты первенства края по кикбоксингу А тренироваться негде Валентина Аскерова, Андрей Печоркин День с толком Часто жители пытаются поменять управляющую компанию А в этой истории от дома отказывается сама УК Во всяком случае, так утверждают жильцы Которые и за жилье платят И снег во дворе убирают сами Неужели содержать новый дом может быть невыгодно? Расскажет Евгения Даровская Типичный новый дом в обычном спальном районе Барнаула Приличные с виду жильцы Неожиданности начинаются с лифта Их два Но почему-то, когда работает один, второй стоит А это пожарная лестница Целая галерея Показать все творчество не позволяет цензура Вечером здесь нет света А дети по лестнице ходят Ведь лифты часто не работают Да, лестница, напомню, пожарная А дверь на верхнем этаже наглухо закрыта Жильцы рассказывают, топит дом по нескольку раз в год В управляющей компании якобы говорят Сами виноваты, выбрасывайте в канализацию то, что нельзя А вот поставить унитаз прямо посреди подвала Это, оказывается, можно Со слов управляющей компании для отходников Становый санузел И последний раз затопило канализацию Именно из унитаза все вышло И все это богатство дом нажил всего за 7 лет Проблемы, рассказывают жильцы, начались ровно после того Как они решили создать совет, чтобы контролировать деятельность управляющей компании И попросили руководителя рассказать, куда уходят деньги Мы хотели найти общий язык с действующей управляющей компанией Но сама управляющая компания прямым текстом заявляет, чтобы мы уходили И сейчас, как следствие нашего обращения, суд не вышла у нас уже с понедельника уборщица Не убирается подъезд С 13 числа нам отключили горячую воду Вернули водоснабжение почти через неделю И только после того, как люди обратились к главе района А снег жители по-прежнему чистят сами Мы добивались трактора, а трактора нет То есть демонстративно приехал трактор в соседний дом Который тоже обслуживает данную управляющую компанию Нам в тракторе было в грубой форме отказ Жильцам в управляющей компании говорят, недостаточно денег Маленький тариф, дом одноподъездный, жителей мало Да еще и, добавляем от себя, законы знают Например, недавно жители выяснили, что они платят за текущее содержание жилья И за отдельную строку уборка подъезда А это незаконно, ведь уборка подъезда уже включена в текущее содержание Хотели люди участвовать и в комиссиях по осмотру дома Не включают Жители идут, смотрят сами, но их претензии не учитывают Всего, говорят, накопилось 50 актов по обслуживанию дома Документы в суде А вот и руководитель, говорит, случайно проезжал мимо Правда, перед камерой сегодня Василий Александрович несловоохотлив Разве что в жанре творчества, которое не смывают в подъезде Официальную позицию руководитель обещал пояснить завтра в 8 К слову, менять управляющую компанию жители все еще не хотят Говорят, помочь бы вместе навести порядок Если, конечно, удастся найти общий язык Евгения Даровская, Алексей Фрезин, День с толком В поселке Лебяжьем возможен канализационный коллапс Местные жители переживают, что сломанная канализация двух многоквартирных домов Весной затопит частный сектор сточными водами Жалобы поступают, но проблема не решается Почему, узнавала Полина Жданова Это не растаявший первый снег Ручей течет из переполненной канализации В огороде жителей поселка Лебяжье Со слов местных, поломка беспокоит их около года, но пика проблема достигла в конце лета Сточные воды вообще перестали задерживаться в канализации Супруг у меня даже как-то, кто приезжает откачивать, задавал вопрос, говорит, сделать что-то можно Там, говорит, у вас что-то осыпалось, люк разрушился, там кольцо Никто ничего делать не будет, средств на это нет Сломанной канализацией пользуются два дома, всего 20 квартир Раз в день вода откачивает осенизатор, естественно, за дополнительную плату В выходные, соответственно, никто не выкачивает, только в будние дни, в рабочие дни И оно все течет, и этот запах все равно стоит, мне тоже неприятно Несколько раз собственники вызывали частника для откачки сточных вод Информация о проблеме дошла до городской администрации Там пообещали, что теперь отходы будут выкачивать и в выходные, и в праздники Это все, чем они могут помочь Как сообщили в администрации района, проведение работ в зимних условиях невозможно Будет нарушена работа системы канализования Здесь тоже два пути, по большому счету, это судебный и административный В судебном порядке это будет долго и результативно через несколько месяцев только, скорее всего Административный метод воздействия – это обращение в органы Роспотребнадзора Потому как неработающая канализация вызывает нарушения, в том числе и санитарно-эпидемиологические Почему сломанный люк не починили, когда было тепло – вопрос риторический В администрации города говорят, что строительство нового коллектора в проекте Но уже на следующий год точные даты ремонта никто не называет Жители опасаются, что весной их затопят с точными водами и ремонт канализации снова отложат на неопределенный срок Полина Жданова, Илья Халяпин, Николай Шилко, День с толком До конца недели банки края собирают у населения монеты И людей призывают сбросить вес и сдать копейки Причем без комиссии, это специальная акция, которую проводят на Алтае в третий раз Кто не готов расстаться с монетами и почему важно возвращать деньги, расскажет Анастасия Дороган Лепесток касается буртикой, за что монета такая уже получила название «Широкий кант» Дефект производства поднял цену 2 рублей до 2 тысяч Павел Ракитный всматривается в каждую монету, брак оправдывает себя В мечтах Павла найти 5 рублей с 99 года выпуска Эту редкость оценивают в 1,5 миллиона Но даже 10 копеек могут обогатить Более дорогая разновидность, когда у него идут в плаще Штрихи уже идут вертикально Почему? Потому что это считается перепуткой именно на монетном дворе Это будет стоить где-то 2,5 и около 3 тысячи рублей Иголку в стоге сена ищут далеко не все Нумизматов на Алтае единицы Обычно копейки собирают в копилке Лежат они годами Выгодно сбросить вес можно в эти дни Банки края принимают монеты без комиссии Выглядит не очень презентабельно, но это тоже деньги Кстати, с редакционной копилки Меня в банке попросили лишь об одном разделить монеты по номиналам У меня вышло два пакетика Почти все 10 копеечные, 5 копеечных меньше раз в 10 И это входит в статистику обращения монет, говорят в банке Чаще встречаются разве что 50 копеек Вот у меня есть 2 однокопеечных Вы их берете вообще? Да, может не внести они на телефон Можно? То есть реально 2 копейки могут зачислить на телефон? Ну да Два пакета монет в пересчете всего 50 с небольшим рублей Но моему карману легче, впрочем, как и в всей рыночной сфере За 10 месяцев только этого года в обращение было выпущено монеты Разными номиналами на сумму 106 миллионов А вот возврат ее составил только лишь 40% Монетный мир рушит мода на безналичный расчет К нему мы идем, говорят эксперты Но резкого изъятия копеек не будет Инфляции тоже, уверен экономист Анатолий Ишболдин-Кронберг У населения не так много денег для разгона цен А еще он считает, что в России наличку слишком любят, чтобы от нее отказываться Потому что у нас существенную долю экономики занимает теневой сектор Население, так сказать, вполне оправданно, на мой взгляд, считает Что его деньги, это его деньги прежде всего А не деньги государства И не хочет, чтобы за его счет государство решало свои проблемы Как оно, к сожалению, проводя соответствующую политику, делает сейчас И хотя самый мелкий номинал не чканит несколько лет Их все еще много в наших кошельках Верните их обратно, просят банкиры Прием без комиссии действует до конца этой недели Анастасия Дороган, Илья Халяпин, Николай Шелко, День с толком В нашем следующем сюжете вы узнаете, где можно приятно И всей семьей провести будни и выходные Особенно в такой мороз Даже грустные осень и зима в ожидании любимых новогодних праздников Могут быть яркими и насыщенными на события и эмоции Семейное кафе «Лукошка» – империя семейного отдыха на любой возраст Атмосферные ужины с близкими, традиционные семейные обеды Интересные игровые зоны для деток У нас есть большая игровая зона Более 240 квадратных метров Далее недавно мы открыли также маленькую игровую зону для малышей до двух лет Она у нас совершенно бесплатная В это время, когда ребятишки играют в наших игровых зонах Родители могут спокойно отдохнуть и расслабиться в нашем семейном кафе Кафе «Лукошка» – это собственная эко-кондитерская вкуснейший бизнес-ланч Приятные бонусы для постоянных гостей И разнообразная кухня на любой вкус Которая постоянно пополняется новыми блюдами Мы обновили его процентов на 80 То есть это новые закуски, новые завтраки, роллы То есть по азиатским блюдам, по итальянским То есть пиццы, пасты, горячие блюда, то есть стейки Будем добавлять различные позиции по стейкам Это будет и мраморная говядина, которой здесь до этого не было А еще в кафе «Лукошка» приглашают на необычное мероприятие Первый гастро-ужин Также здесь можно отметить детские дни рождения с аниматорами А для свадеб, корпоративов, юбилеев Есть два зала для уютных торжеств Вип-зал и ивент-холл Мали Семейный ресторан «Лукошка» расположен на четвертом этаже торгового центра «Первомайский» Проведи время в уютной атмосфере Подари себе и своим детям праздник Через несколько секунд узнаете о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» У меня к этому часу все новости До встречи в эфире